То есть мы можем предполагать, что раньше весь сфинкс был цветной, но со временем с климатическими условиями краски по облепли. На лбу сфинкса изображается кобра. Кобра это символ защиты. У сфинкса разрушен нос. Есть две версии. Почему? Первая версия, когда здесь был макалилан с войсками, то солдаты использовали нос в виде мишени. Вторая версия, когда арабы пришли в Египет, то время пирамиды до середины были засыпаны песком, а сфинкс до подбородка. Потому что древнеегипетское слово Египет это было слово Кемет. Кемет это значит черная плодородная земля, то есть песка как такого здесь раньше не было. Видимо задолго до нашей эры прошел какой-то смерть, которая занес Египет и ближайшие страны песком. Поэтому они видели, когда араб пришли в Египет, увидели песком возвышающую голову сфинкса, они подумали, что это какой-то идол, которому поклоняются древние египтяне, поэтому решили разрушить черты лица этого идола. Хотя древние египтяне в то время уже не были язычниками. И третья версия, что нос был разрушен со временем. У сфинкса отсутствует накладная борода, которая должна была быть у каждого фараона, потому что, когда была английская колония, накладная борода упала, и была знала Британский музей в Англии. Сейчас, когда египетское правительство требует вернуть обратно накладную бороду, пока никто ее обратно не отдает, а шесть сфинкса слабеет, потому что борода служила подборой для головы. Раньше у каждой пирамиды был свой комплекс. Комплекс стал из трех частей. Первая часть – это храм Долина. Почему так называется? Потому что плотно с этим храмом протекал Нил. Туда привозили тело фараона с востока на запад. Там проходил процесс мумификации или бальзамирования. А также такой, как мы сказали, ритуал, который назывался «Открытие рта у мумий». Считал, что после того, как была сделана мумия, тело или человека должны были быть возвращены пять чувств осязаний, которыми обладал человек при жизни. Такие, как видеть, слышать, чувствовать и так далее. Мы находимся под этими двухэтажными домами, которые мы видим с вами внизу. И было принято решение государством снести дома и произвести там раскопки. Но, как мы сказали, это займет длительное время. Сначала надо переселить людей, только потом произвести вот такие вот раскопки. Единственный храм Долина, который сохранился, относится ко второй пирамиде – пирамиде фараона Хефрина. Храм этот полосы сделан из гранита. Вы сейчас его посетите. Пол облицован алебастром. Хорошо сохранились алебастры и вставки. Раньше там был потолок. Потолок сейчас разрушен. Качество вертикальных колонн – 12. Прежде всего, 12 месяцев в году. Четыре горизонтальные, потому что 4 сезона в году. Хотя древний египетский год и был 365 дней, но неделя делилась не на 7 дней, а на 10 дней. То есть люди работали 360 дней в году, а 5 дней, которые оставались – это были фестивали, которые проходили в Луксоре, когда шли праздничные процессии между Карнакским и Луксорским храмом, когда же сошли поли и сфинксов, одевали на себя одежды богов и демонстрили людям тех богов, которым они поклонялись. Отверстие в полу, в котором мы увидим, там находилось 23 статуи фараона Хефрина, сделанной из известняка, которая сейчас находится в Египетском национальном музее. При входе в храм мы увидим такую яму или колодец, которая называется «Яма желаний». В этой яме была найдена статуя из черного диорита, строителя второй великой параметры фараона Хефрина. Эта статуя изображается. Так как толпа, чтобы не держать вас в толпе, кто хочет сначала пофотографируется, кто захочет сначала, например, зайдет в храм, то есть кто как хочет. И сейчас мы подъедем, я покажу, где самый лучший вид будет. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok